Сегодня в час 50 местного времени на пункт связи пожарной части номер 44 Федеральной противопожарной службы по охране поселка Бохан поступило сообщение о пожаре в двухквартирном одноэтажном жилом доме. Сообщение поступило от очевидца, который увидел огонь, выходящий из-за уже строительной конструкции здания. Горела кровля здания, пламя выходило уже из окон. На момент прибытия подражных подразделений была информация, что в здании находятся люди. Попытка проникнуть в здание успехом не увенчалась, потому что уже была высокая температура. Были приняты меры по снижению температуры. В результате действий было обнаружено 5 погибших человек. Это жители данного дома и гости. В настоящее время на месте пожара работает дознаватель Главного управления МЧС России по Иркутской области. Испытательная пожарная лаборатория. Причина уже предварительно определена. Это неосторожное обращение с огнем. Очаг обнаружен на веранде дома. Сейчас мы работаем с родственниками погибшим. Туда выехала группа психологов Главного управления. Вопрос сегодня будет рассматриваться на заседании комиссии по предупреждению о ликвидации чрезвычайных ситуаций пожарной безопасности Бухонского района. Основные вопросы это повышение уровня защиты населения, повышение эффективности работы с населением. Потому что, к сожалению, зайти в каждый дом мы не можем. И безопасность жилья зависит непосредственно от каждого гражданина. Один из моментов, который будет рассматриваться и предлагаться, это установка систем раннего обнаружения пожара. Конкретно мы говорим об автономных извещателях пожарных. К сожалению, в действующих нормах нет обязательности. Но в Иркутской области такая работа ведется. Датчики ставят в социально незащищенных семьях. Это пенсионеры, многодетные семьи. Ну и, в принципе, мы рекомендуем всем гражданам, чтобы избежать последствий пожара, таких трагических, как произошло, именно как можно раньше обнаружить пожар и сообщить о нем пожарную охрану. Телефоны, по которым нужно сообщать, это 01 по стационарному телефону, 101 и 112 по сотовым телефонам.